Здравствуйте! Это программа «Неделя города» о главных новостях. В пятницу и уходящей неделе расскажут мои коллеги и я, Дина Исляева. И снова горит полигон. На поле, где утилизировала отходы бывшие птицы фабрика, дежурят военные и пожарные. Главой города стала Юлия Рокотянская. Подробности первого заседания нового состава городской думы. Не садиться за руль, но успеть везде. Как Всемирный день отказа от автомобиля планируют отмечать рязанцы. Причина – аномальная жара. На полигоне бывшего предприятия «Бройлер-Рязани» снова замечено задымление. Там дежурят представители природоохранной и военной прокуратуры МЧС. Задымление на бывшем полигоне «Бройлер-Рязани» заметили 20 сентября. На место сразу же прибыли сотрудники МЧС, природоохранной прокуратуры и военные, которым теперь принадлежит территория. На площади 15 гектаров были выявлены 5 очагов задымления. Сложность, во-первых, в доступе, потому что сами отходы являются такой рыхлой массой. И пройти к очагу возгорания с использованием тяжелой техники невозможно. Поэтому необходима определенная подготовка данной территории для того, чтобы зайти уже с техникой и произвести тушение возгорания. Ну, а на сегодняшний момент пока задымление. Как отметил Рязанский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Секин, на территории необходимо проводить мероприятия по рекультивации и удалять отходы. Но это уже когда не будет возгорания. А пока на месте дежурят сотрудники МЧС и остается актуальной необходимость усилить количество подаваемой воды на территорию, чтобы в случае возникновения новых очагов их смогли оперативно потушить. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Председателем Рязанской городской думы стала Юлия Рокотянская. Большинство вновь избранных депутатов поддержали ее кандидатуры. Также на первом заседании утвердили заместителей и утвердили структуру думы. Обо всем по порядку в нашем следующем сюжете. Первое заседание по традиции открыл старейший из депутатов Константин Дементьев. Состав думы по сравнению с прошлым созывом обновился более чем наполовину. Обращаясь с депутатом, вице-губернатор Игорь Греков отметил, предвыборные политические баталии позади. Теперь настало время для всех депутатов работать на благо жителей города. От ваших решений будет зависеть судьба областного центра. Его дальнейшее развитие. Рязанцы хотят жить в современном, комфортном, процветающем городе. И они имеют на это право. Нового председателя Гордума выбирают из числа депутатов. Процедура голосования тайная. В бюллетень по предложению фракции были внесены две кандидатуры. Юлия Рокотянская от «Единой России» и Дениса Сидорова от КПРФ ЛДПР. И «Справедливая Россия» своих кандидатов решили не выдвигать. По результатам тайного голосования на должность главы муниципального образования представителя Грязанской городской думы, избранный депутат Грязанской городской думы, Рокотянская Юлия Ларина. За Дениса Сидорова проголосовало 6 человек, 32 за Юлию Рокотянскую. Один бюллетень признан недействительным. Во время вступления в должность главы почетные граждане города Александра Перехватова и Вячеслав Коростылев провели церемонию возложения должностного знака. Как отметила Юлия Рокотянская, план работы на новой должности у нее уже есть. В первую очередь это выполнение наказов избирателей. Лично я и мои коллеги, мы встречались с людьми и слышали наказы. Все эти пожелания, которые нам давали наши горожане, наши рязанцы, чтобы сделать наш город интереснее, комфортнее. Это касалось абсолютно различных сфер. На первом заседании утвердили заместителей председателя. Эти должности заняли Лариса Максимова от «Единой России» и Дмитрий Панкин от ЛДПР. Также утвердили комитеты. Их структура осталась такой же, как в прошлом созыве. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На заседании городской думы депутаты назначили нового председателя контрольно-счетной палаты города Рязани. Эту должность с 15 ноября займет Сергей Филимонов, сейчас являющийся заместителем председателя регионального правительства. Итоги первого заседания прокомментировали депутаты фракции КПРФ в Городской думе. Айвелина Волкова и Денис Сидоров. Настроение у нас, конечно, боевое. И работы предстоит очень много, потому что в течение всех этих лет к нам поступают наказы избирателей по самым таким злободневным вопросам, по тем вопросам, которых волнует. Это и пенсионное обеспечение, и ЖКХ, и благоустройство, и экология. Но на самом деле очень много других. У нас есть большая программа, подготовленная специалистами, подготовленная нами как депутатами. Мы будем, естественно, придерживаться. Все то, что включено в эту программу, оно как раз и отражает все проблемы в городе Рязани. Это и бюджет, и транспорт, и муниципальные предприятия. Без муниципальных предприятий, без помощи рязанских производителей мы не сможем насытить бюджет теми финансированиями, которые должно быть. У нас есть свои предложения. В ближайшее, наверное, время мы их озвучим по ряду вопросов. Я очень надеюсь, что независимо, конечно, от фракции нас поддержат. Оплатить коммунальные услуги, узнать о задолженности, получить консультацию по самым разным вопросам. Теперь рязанцам стало удобнее и быстрее. В Октябрьском и Железнодорожном районах начали работу два новых КВЦ. Подробности далее. Вопросы коммунальных платежей касаются почти всех граждан. И на решение многих вопросов при обращении в различные ресурсы, снабжающие организации, порой тратится немало времени. Теперь решение подобных вопросов стало значительно удобнее для потребителей города Рязани. В течение трех месяцев открыты два центра в Октябрьском и Железнодорожном районах, которые отвечают современным требованиям, оборудованы просторными залами ожидания, электронной очередью. В центрах граждане могут не только оплатить коммунальные платежи, но получить консультации и ответы на свои вопросы у всех представителей ресурсоснабжающих организаций. Муниципального предприятия «Водоканал» города Рязани «Холодная вода и водоотведение», МУП «РМПТС» «Горячая вода и отопление», ООО «РГМЭК» «Электроэнергия». Организацию таких центров сразу оценили многие жители административных районов и нередко выражают благодарность. Очень хорошо. Я прям только зашла, взяла талон и прям сразу, прям даже не успела ничего сориентироваться. Уже даже сразу мне их сюда пришла, села. Все хорошо, очень даже, да. Уже сегодня в планах открытие такого центра в Московском районе. При выборе объекта учитывались задачи обеспечения доступности центров в каждом районе города, наличие рядом остановок общественного транспорта, удобства и потребности граждан в решении вопросов оплаты коммунальных платежей. Условия для создания таких центров сложились благодаря эффективному взаимодействию руководства администрации города Рязани и ее профильного управления и Министерства топливного энергетического комплекса и ЖКХ правительства Рязанской области, а также основных ресурсоснабжающих организаций города Рязани. Самым распространенным вопросом граждан является вопрос задолженности по коммунальным платежам. Нередко гражданин не в силах разобраться во всех начислениях и оплатах, особенно если пропущены ежемесячные сроки оплаты. Люди приходят к нам по разным вопросам, то есть когда заканчиваются сроки поверки и когда уже предоставляют акты поверки, то есть когда они уже сделают поверку, с перерасчетами, по оплате очень многие интересуются, потому что здесь очень удобно, то что здесь рядом касса, если кассир говорит, что какой-то долг у людей, они сразу могут сюда прийти и решить какой-то вопрос. Но если уж совсем трудные вопросы, то есть мы направляем в главный офис, но мы максимально стараемся все вопросы решить здесь. По мнению специалистов по сбыту водоканала, основной наплыв абонентов по вопросам водоснабжения и водоотведения всегда был в центральный офис, особенно в осенний период, когда многие возвращаются с дачи, сталкиваются с непонятными для них задолженностями. Нередко образуются большие очереди и приходится затрачивать значительное время для решения зачастую простых вопросов. Кроме того, нередко люди едут с другого конца города, чтобы передать тот или иной документ, влияющий на расчеты, и эти поездки не добавляют положительных эмоций, даже если у посетителя нет претензий к качеству приема специалистов. Специалисты водоканала надеются, что создание дополнительных офисов по обслуживанию населения существенно повысит доступность услуг водоканала по консультированию населения по различным вопросам в области предоставления коммунальных услуг и создаст благоприятные условия во взаимоотношениях с жителями города и своевременные оплаты за предоставленные коммунальные услуги. В дополнительных офисах принимаются заявки для ввода в эксплуатацию счетчиков холодной воды при установке нового счетчика, замены старого или после метрологической поверки, а также вопросы о начислении платежей, расчетах, перерасчетах, изменении состава семьи, выдачи справок. В Октябрьском районе Рязани центр расположен в торговом центре Дикси, дом 13А по улице Советской армии. Там работают четыре кассы по приему платежей и четыре специалиста КВЦ, РМПТС, Водоканала, Эргмэк. Ведут прием населения по различным вопросам, начислению и оплате жилищно-коммунальных услуг у специалистов. Режим работы касс в понедельник, пятница с 9.30 до 18.30, суббота с 10 утра до 18.20, воскресенье – выходное. Режим работы специалистов ресурсоснабжающих предприятий понедельник, четверг с 9.30 до 18.30, пятница с 9.30 до 17.15, обед с 12.30 до 13.15, суббота и воскресенье – выходные. В железнодорожном районе центр расположен в торговом центре Политаевский-2, улица Татарская, дом 95. Режим работы специалистов ресурсоснабжающих организаций и КАС. Понедельник, пятница с 10.10 до 18.40, обед с 14.00 до 14.30, суббота и воскресенье – выходные. Мария Рудай, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанцев призывают один день провести без автомобилей. Это всемирная акция, которая проходит ежегодно. Областной центр принимает в ней участие уже в 12-й раз. Как отказаться от авто и везде успеть, знает мой коллега Валерий Седов. За 2017 год в России было продано свыше полутора миллионов автомобилей. Сейчас все они на улицах городов. Практически в каждом из них стоит двигатель внутреннего сгорания. Это означает, что за короткую поездку от дома до работы в воздух выбрасывается свыше десятка видов вредных веществ. По последним данным, в России свыше 40 миллионов автомобилей. И число это не уменьшается. Появляются все новые модели разных форм и содержаний. Неизменным остается одно – это выхлопные газы. Последние несколько лет экологическая ситуация в Рязани оставляет желать лучшего. В региональном гидрометцентре ежедневно анализируют несколько десятков проб воздуха. Образцы собирают в четырех точках Рязани, а после ими занимаются в лаборатории. Согласно данным, экологическая обстановка стала чуть лучше. Уровень загрязнения в 2016 и 2017 году оценился как высокий. В 2018 году произошло некоторое улучшение качества атмосферного воздуха. За истекший период 2018 года проанализировано более 20 тысяч проб. И по результатам наблюдений выявлено, что наиболее часто регистрируется превышение по фенолу, взвешенным веществам, сероводороду и формальдегиду. За 2016 и 2017 год превышения регистрировались по фенолу, сероуглероду, взвешенным веществам и диоксиду азота. Стоит отметить, что часть этих веществ входит в состав выхлопных газов автомобилей. Вероятно, именно эти показатели и стали причиной появления дня отказа от машин, который пройдет 22 сентября. Вот только проводят его уже в 12 раз. И судя по данным Рязанского гидрометцентра, изменений практически нет. Однако экологи считают, что акция носит больше мотивационный характер. То есть основная задача – это показать людям, что автомобили используются нерационально. Надо людям разъяснять, что не так это безобидно. Двигатели внутреннего сгорания, ведь там диоксиды углерода и разные токсичные вещества, которые мы это ощущаем так. Это реально яд, который жизнь наша с вами не продлевает. Экологи рассказали, что один день вряд ли скажется на экологическом состоянии города. Лучше изменить культуру людей. Например, передвигаться по городу на велосипедах. Вот только внедрение нового экологически чистого транспорта сопряжено с определенными трудностями. Правда, на улицах Рязани уже есть такой транспорт. Это не велосипед или троллейбус, а электромобиль. Роман Петров – водитель. Называет его «машина на батарейках». От обычного автомобиля она отличается тем, что у нее вместо двигателя внутреннего сгорания стоит электрический двигатель, как в троллейбусе. Больше никаких отличий от троллейбуса у нее нет. Она меньше урона наносит окружающей среде с учетом выработки электричества, передачи, потери на транспортировке и так далее. Таких автомобилей в Рязани всего 9. Есть еще мини-каб, маленький грузовик. Цена на экологически чистый транспорт варьируется от 1 до 2,5 миллионов рублей. Роман признался, что в акции «День без автомобиля» он участвовать не будет. Другие же водители решают самостоятельно пересаживаться на общественный транспорт или нет. Может, 22 сентября – это один из тех дней, когда стоит прогуляться по городу и насладиться прекрасной погодой. Стоит отметить, что в 2016 году при предъявлении в общественном транспорте свидетельства о регистрации транспортного средства проезд был бесплатным. Сейчас таких льгот нет. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани готовятся отметить Всемирный день подтягиваний. Праздник совсем молодой, зародился в 2011 году в Латвии. Практически сразу мировая общественность заинтересовалась этой инициативой. И с 2014 года День подтягиваний отмечают более чем в 50 странах, в том числе и в России. Тему продолжит Мария Рудая. Поздравляю всех горожан и россиян с праздником Днем подтягивания. Всего всем наилучшего и хорошего. Оставайтесь в форме. Николай Лавров – частый гость на спортивной площадке. Когда-то любовь к физкультуре ему привил отец. Первый раз подтягиваться на турнике молодой человек начал примерно в 6 лет. Сейчас у Николая подрастают свои и дети два сына и дочка. Несмотря на работу, заботы о семье и занятость, он всегда находит время на занятия спортом. Никогда не забываю про физическую нагрузку. То есть у меня базовые три упражнения – турник, брусья и приседания. Папа всегда мне говорил, вот нужно подтягиваться, чтобы быть заступником и для своей семьи, и для своей родины. Прививает Никола любовь к физкультуре и своим детям. Когда он идет на турник, даже соседские мальчишки собираются, чтобы позаниматься вместе. С Иваном Пановым он познакомился тоже благодаря занятиям. 16-летний молодой человек занимается дворовым спортом. Начал год назад. Тогда, вспоминает Иван, он не мог подтянуться ни одного раза, но уже через месяц постоянных тренировок стал подтягиваться пять раз. Дальше – больше. Сейчас у него разработана целая база. Две тренировки в день по два часа каждая. За год Иван научился выполнять на турнике самые разные элементы. Он признается, сначала было трудно, но преодолев себя, быстро заметил результат. Дальше. Именно подтягивание, оно прежде всего базовое упражнение, которое развивает мышечную память, мышечную выносливость. Именно, чтобы ты не занимался в тренажерных залах, а просто мог, допустим, прийти в любое время суток на площадку и развить руки, спину, грудь. Много мышцев работает в подтягивании, на самом деле. Всемирный день подтягиваний и Иван, и Николай отметят, конечно, на спортивной площадке. Главная задача праздника и задумывалась, как объединяющая. Вот и вокруг молодых людей всегда собирается детвора. Кто-то повторяет элементы, кто-то просто смотрит и в будущем возьмет на вооружение эти занятия. Мы любим спорт! Подтягивание не имеет ограничений по росту, весу или любым другим параметрам, зато несет в себе массу пользы для физического и психологического здоровья. А главное, доступно каждому. Торник можно повесить дома или прийти на спортплощадку. Мы решили не оставаться в стране и вместе с молодежью отметить Всемирный день подтягиваний. Мария Рудаев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Теперь к итогам недели. 17 лет колонии строгого режима. Приговор Рязанцу, зарубившему собутыльника и его отчима, огласили на этой неделе в областном суде. Трагедия произошла в августе 2017-го. Подробности произошедшего в нашем следующем сюжете. Куда, куда? Кадры, на которых из автозака в зал суда ведут Олега Мышнинова, единственные, где видно его лицо. В зале суда он сидел, закрывшись листком бумаги. История, из-за которой ему стыдно, занимает не один том уголовного дела. Это видео снято следователями во время проверки показаний подозреваемого на месте. Познакомился он с убитым случайно. Увидел рядом с магазином побирающегося мужчину. Любители горячительных напитков быстро нашли общий язык. Выпивали вместе. В тот злополучный день хозяин дома допился до галлюциногенного бреда. Сначала пытался разговаривать с умершей матерью по выключенному телефону, а потом начал выяснять, откуда в доме гость. Олег Мышнинов, недолго думая, схватился за топор. Сначала зарубился бутыльник, а потом пошел в комнату к его отчиму. Испугался, что, как сказать, что в полицию на меня заявят. То есть с какой целью вы сюда пошли? Ну, как свидетеля, удалитель. Тела убитых нашли спустя несколько дней. Обнаружила соседка, которая заметила, что в их дом постоянно открыта дверь. А через некоторое время сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в убийстве мужчины и его отчима. После убийства подозреваемый выбросил топор в выгребную яму уличного туалета, чтобы скрыть следы. Однако это не помогло. Через два месяца топор нашли следователи. Удалось обнаружить и улики на нем. С помощью самого современного оборудования и технологий, которые имеются, было установлено на орудие преступления не только наличие следов крови погибших, но и биологический материал самого подозреваемого. Свою вину подсудимый полностью признал. Однако прокурор за такое зверское убийство попросил для него наказание в виде 17 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда – 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, Олег Мышнинов будет обязан выплатить родственникам моральный ущерб – миллион рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Дина Исляева, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Проваливаются колеса у маршрутных такси. Люди боятся переходить дорогу. От поворота с Черновицкой до первого дома на улице Березовой дорогу не ремонтировали уже полтора года. Единичные заплатки делаются время от времени, но проблемы не решают. Дорога, по которой страшно ездить. На улице Березовой водители снижают скорость, независимо от ограничений, установленных знаками и правилами. На улице Березовой у дома номер один находится конечная остановка 70-й и 71-й маршрутки. Водителям, чтобы до нее доехать, иногда приходится показывать виртуозное вождение. Полоса, ведущая к конечной остановке, находится в разбитом состоянии. Ее просто объезжают по встречке. Аварии и поломки здесь не редкость. Мы-то еще фарвартеры знаем, а легковые постоянно колеса бьют машины. Регулярно. Ночью машины проваливались, а не только поломки. Машины уходили под асфальт. И ничего не ремонтировалось. Засыпали, приехали, через неделю опять такая же ерунда. Юрий живет на улице Березовой более 30 лет. В последнее время, рассказывает он, здесь даже переходить дорогу стало страшно. А самое ужасное начнется, когда похолодает. Она уже год полтора, наверное, так. И все вот ездят, и все мучаются. Польше чего я скажу. А ходить как по ней? Не ходить. Пешеходная дорога там тоже не делается. Водой затопляется. А зимой не пройдешь, не чистится. Этой осенью на Березовой начали заделывать ямы, но до конца работы так и не довели. А это значит, что к следующей весне дорогу разобьют еще больше. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Новые платные дороги появятся в Рязанской области. Минимальная плата за поездку составит 12 рублей за километр и 84 за проезд по искусственным сооружениям. Что об расширении платной сети автодорог думают рязанцы в нашем следующем сюжете. Пробка на несколько километров ежедневно образуется на путепроводе в районе поселка Соколовка. Рязанцы стоят в ней утром с 8 до 10 часов и вечером после работы. Несмотря на то, что на единственном в городе платном участке дороги установлено 5 терминалов для оплаты, машина движется очень медленно. А огромный поток здесь не от хорошей жизни. Альтернативы у водителей практически нет. Да постоянно в пробках в этих. Вот стоишь, ты пока туда проедешь, ждешь, ждешь. Попадаем прилично, стоим минут по 10, по 20. 5-6 раз в день здесь ездим? Ну, ездим, да, часто. Альтернатива у нас только осталась через Шлаковое, через Куйбашевское шоссе. Здесь больше альтернативы нет. Обещали то, что откроют этот проезд старый. Но как блоки оставили, так они и остались там перекрыто все. Но здесь вообще нет альтернативы. Взяли и закрыли. Мягко говоря, был переезд, на нем стояли. А сейчас теперь так же стоим, только за деньги. Платные дороги скоро появятся и в Рязанской области. Речь идет о дорогах регионального и межмуниципального значения, которые построили и отремонтировали с помощью частных инвесторов. Точно известно, что в их число войдет продолжение северного обхода, который соединят с федеральной трассой М-5. Будет проложено более 50 километров дороги. Работы планируют выполнить до 2025 года. Также платной будет магистраль, которая соединит северный обход с Михайловским и Московским шоссе. О других участках пока информации нет. Зато региональное министерство транспорта опубликовало цены на проезд. Минимальная стоимость за один километр дороги составит 12 рублей. По искусственным сооружениям – 84 рубля. Максимальные ставки предусмотрены для большегрузов. Для них стоимость проезда будет 38,5 рублей и 269 соответственно. Причем тарифы планируют индексировать ежегодно. Будут ли эти цифры оправданы, сейчас сказать сложно. Зато можно проанализировать ситуацию на путепроводе через железную дорогу. Напомним, что сейчас цена платного переезда составляет 25 рублей наличными и 20 по смарт-карте. Но многим рязанцам она кажется завышенной. Хотелось бы, конечно, дешевле. Очень плохо относимся. Только хотя бы рублей 15 бы сделали, было бы вообще красиво. Вообще, я думаю, что 10-15 рублей было бы нормально. А 25 рублей за такой маленький участок – это, конечно, я считаю, многовато. Ты ездил в Крым, там за 90 рублей, за 60 рублей проезжаешь многокилометровое расстояние. А здесь, получается, за 150 метров платишь 25 рублей. Конечно, это круто. Высказать свои пожелания о стоимости платных дорог может каждый. В региональном министерстве транспорта их ждут до 19 сентября. Направить обращение можно по факсу 28 10 30 или на электронную почту. Минтранс, собака Минтранс, defis rzn.ru Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Чтобы получить доступ к учебникам, зарегистрируйтесь на сайте. Это не реклама, а будущее рязанских школ. Мультимедийные технологии и гаджеты уже начали использовать на уроках биологии и химии в школе номер 7. Мы выяснили, как это повлияло на учебный процесс. Напишите смеси и чистые вещества, которые мы используем в быту. Это стандартное задание на уроке химии для учеников 8 класса. Только выполняют они его в новом формате. Вместо классической работы у доски, дети пишут свои варианты с телефона или ноутбука. Я считаю, что это очень удобно, потому что в какой-то степени мы не только движемся в ногу со временем, потому что мы все-таки используем технику и технологии, но это достаточно интересно. Мне понравилось, потому что на уроке было более-менее тихо, что мнение никто не мешал высказывать, можно было написать или просто передать. Таким образом каждый ученик может высказать свою точку зрения, а на доске появятся только правильные варианты. Их отфильтрует учитель в режиме реального времени. Это позволяет неуверенным в себе ученикам не стесняться и полноценно участвовать в учебном процессе. Преподаватель биологии и химии Никита Зуев применяет гаджеты более 8 лет. Тиму увлекся во время обучения в институте, выбрал ее в качестве дипломной работы. Сейчас мультимедийные уроки он проводит в школе номер 7. Современные гаджеты помогают ему проверять домашние задания, дополнять урок фильмами и проводить тестирование. Платформа разрабатывает Министерство образования. Из открытых источников популярностью пользуются сервисы Гугла. Если я бы провел тест из пяти вопросов, то в среднем у меня не меньше получаса-часа ушло бы на проверку листочков, собрать, потом проверить и так далее. А сейчас в режиме реального времени. Я просто открою сводную таблицу после этого урока и выставлю, соответственно, уже в электронный журнал. То есть, соответственно, в 30 раз сокращается время. А затраты разовые. В течение простой тест можно составить в течение 10 минут. Сами ученики главным преимуществом электронных устройств считают анонимность. Результаты тестирования они узнают сразу, видят оценки и правильные ответы с комментариями. А вот окружающим о промахах рассказывают лишь по собственному желанию. Цифровые технологии заменили и привычный журнал. Несколько лет бумажная и электронная версии существовали параллельно. Но с этого года аналоговый формат отменили. С электронным журналом гораздо все удобнее, потому что, опять же, время от урока бумажный журнал занимает. Это просто пришел домой, посмотрел, что надо, делаешь и все. И также оценки все сразу появляются. Можно просто посмотреть, что может потянуть, что продолжить в том же духе. Удобно, когда домашнее задание не знаешь, посмотрел. И не надо звонить никому, писать. Иногда даже я знаю, что родители сидят в электронном дневнике своего ученика просто в реальном времени. Могут сообщить сразу же, что там есть какое-то замечание или оценка поставлена, уже перезвонить. Вот за что, почему, как. То есть, действительно, тем родителям, которые интересуются успеваемостью своих учеников, им это тоже большое подспорье. Главный же аргумент против цифровизации школ – это забота о зрении учеников. Ведь долгая работа с гаджетами создает большую нагрузку на глаза. Учителя подчеркивают, что медиа-контент нужно чередовать с классическими занятиями и физкульт-минутками. Тогда он будет приносить только пользу. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были главные новости уходящей недели. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Хороших выходных. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok